Для чего сегодня, когда буквально можно всё купить, тратить время и шить игрушки для своего ребёнка? Да, действительно, сейчас игрушек предлагается много, и они замечательные, есть разные там и развивающие, и какие-то очень яркие материалы можно выбирать. Но, конечно, то, что делает мама для своего ребёнка, это отражает и их отношения, и особенности ребёнка, это делается индивидуально для него. Эти вещи неповторимы, кому-то нужна маленькая игрушечка в кармашек брать с собой, кому-то нужна большая кукла обнимательная. И все эти особенности только мама про своего ребёнка знает, и его близкие люди, и они могут сделать то, что именно этому ребёночку подходит. Но, конечно, никакой сложности нет в том, чтобы начать и сделать эту игрушку, это по силу каждому. И испокон веков каждая мама, как только малыш появлялся на свет, шила для него куколку-оберег, которая потом долго лежала у него в колыбельке. Это Данин самый первый человечек, первая куколка, с которой он засыпал ещё, когда, наверное, ещё ходить не умел. Она с нами очень давно и путешествовала с нами. Я его уронил, и с ним поиграли там уже собаки, а потом его нашли, пришлось его очень долго стирать. С него мне показалось, что я с другими куклами тоже могу играть, как и с ним, и я начал с куклами играть, не только с солдатиками, но и с куклами. Казалось бы, мальчик, а с куклами играет до сих пор, но вы посмотрите, как он играет и как бережно относится к этим игрушкам, как ценит мамин труд. Мамины, они такие мягкие, добрые, ну, хорошенькие. А те, они твёрдые, у них руки как-то двигаются, а как-то не двигаются. А у мягких игрушек всё двигается. Ну, может быть, по количеству их и правда, может и много, потому что мне нравится их делать, и сын их всё время просит, какую-нибудь новенькую куколку. А на самом деле для мальчика, ну, всё-таки кукла кукле рознь. Если это кукла, которая изображает какое-то очень сильное настроение или как-то очень ярко наряжена, то, может, и мальчику, да и девочке она не нужна. Но если куколка, она мягкая, у неё какое-то вот есть настроение согревающее, обнимающее, то это, пожалуй, это то, что нужно и мальчику. Такое переживание уюта, переживание мягкости, переживание какого-то образа человека, который с ним рядом. Ну, и действительно, это для мальчика всё-таки важный навык, там, переодеть, колясочку покатать, они же тоже будут папами. Зачем же их лишать этого, тем более им это приятно и нравится. Для меня это как раз проявление мужественности, уметь с малышом быть мягким, быть нежным и заботливым. И для мальчика, конечно, это нужно тоже. Никогда ребёнок не останется равнодушным к ручному труду, если вы хоть иногда будете шить для него. Даже зверь понимает ценность такого труда и не позволяет себе вольностей. Удивительно, но этот кот таскает и трепет только покупные игрушки. Как он их отличает? У ребёнка, который играет с самодельными игрушками, активно развиваются творческие способности. Вот такой вот кроватку Даня сам сделал из скорлупки. А колыбельку я сделала из кокоса, ну из кокосовой скорлупы. Так, сначала я хотела сделать половину мисочкой, половину колыбелькой. И стала вон на том где-то стакел пилить. А потом мы вынули мякоть у него из этого кокоса. И он стал хорошо вот туда помещаться. Когда была мякоть, он туда не помещался. Видя такой подход к делу, отпадают последние сомнения по поводу мальчик и куклы. Вот корабль этот, он у меня из мастерской. Ведь вот оно проявление настоящих мужских качеств. Обеспечить своих мягких друзей всем необходимо. Вот сейчас я хочу сделать лодку к этому кораблю. Здесь я увидела много разных игрушек из разных материалов. Это вот Даня делал сам, из цветных шерстинок, из цветной шерсти. Вот они такие, совсем-совсем не плотные, совсем мягкие. И на самом деле сделаны очень-очень быстро. Это его задумка и его воплощение. Наверное, он подсмотрел у меня вот такую птичку, которую я делала сама. И вот что еще бросается в глаза. Насколько спокоен ребенок. Чувствуется, какие теплые доверительные отношения царят в этой семье. И это тоже немаловажная заслуга самодельных игрушек, которые сближают родителей и детей, дарят ребенку крепкое чувство того, что он по-настоящему любим, а потому защищен. Это очень важно для психики любого человека. И если вы тоже загорелись шить для своего ребенка какую-нибудь игрушку, то в ближайших выпусках «Мамины школы» вы увидите, как это сделать.